Юбилейный 60-й чемпионат России по парашютному спорту среди десантников встречает ульяновский аэродром «Белый ключ». За звание лучшего парашютиста страны состязаются участники 20 команд. За 10 соревновательных дней прославленные «Аннушки» поднимут в небо больше 120 спортсменов по несколько раз. «Объявляется 15-минутная готовность женщины 309-й центр и Тула 106-я ВДД». Первый конкурсный день – одиночная акробатика. Модернизированный самолет «Ан-2» последовательно набирает высоту. Выполняют комплекс акробатических фигур в свободном падении спортсмены с 2000 метров над землей. За несколько секунд в воздухе необходимо прокрутить 6 фигур. «Спираль – это вращение на 360 градусов в горизонтальной плоскости, а вот так вот – 360, потом вот так. А сальто – это вертикально. Он делает вертикально и еще раз повторяет то же самое. То есть в итоге получается 4 спирали и 2 сальто». Сэкономить время и начать выполнение комплекса прямо под брюхом самолета не решается практически никто. Доля секунд уходит на то, чтобы загасить горизонтальную скорость судна и набрать вертикальную собственную. Сами судьи дают совет – наиболее эффективное вращение всегда будет вокруг центра тяжести. Тысячи метров над землей – предельно допустимая высота раскрытия парашюта. Участники отшучиваются, говорят, сориентироваться в воздухе помогает внутреннее чувство времени. Но ничто не прибавляет ощущения полной безопасности так, как специальные технические приборы. «Это высотомер. То есть в воздухе мы контролируем высоту в ходе выполнения упражнений. Когда стрелочка доходит до определенного уровня, мы открываем парашют». Первый прыжок за абсолютным чемпионом мира и тренером парашютной сборной. Воздушный спорт – дело непредсказуемое. Выверить углы, точность приземления и самое главное – ветер. Перед началом состязаний показания приборов проверяют лично, прыгнув с парашютом. «Да, все хорошо, погода позволяет. Облачность находится сбоку от места выброски, поэтому все, можно работать». Рассуждать о предварительных итогах с земли не берется даже опытный судья. Все прыжки фиксирует специальная камера с максимальным приближением. Регистрировать скорость и качество выполненного комплекса по полученным видеозаписям будет судейская комиссия. «Не получилось второе сальто». «А что не так пошло? Погодные условия или что пришло?» «Нет, не погодные условия. Просто потеря концентрации небольшая». В связи с пандемией этот акробатический комплекс старший прапорщик Ольга Кравченко в этом году выполняет впервые. Абсолютная чемпионка мира и Европы по парашютному спорту сегодня тоже среди участников. За плечами заслуженного мастера спорта уже больше 10 тысяч прыжков. «Ну вообще страх приходит не с первого прыжка, как некоторые боятся. Страх приходит чуть попозже, когда человек начинает осознавать, что это такое прыжки и бывает опасность какая-нибудь там, не раскрытие парашюта, еще чем-нибудь, какие-нибудь погодные условия. А так, в принципе, у нас-то сейчас идет это как работа. Это все равно, что сесть за машину, ехать за рулем машины, то же самое и прыжки». Рулевое управление, тормозная система и амортизаторы. Автомобиль действительно можно сравнить с парашютом. В среднем на укладку одного такого купола требуется около 10 минут. Опытные прыгуны справляются за пять. «Вот это сопло. Поскольку у нас здесь, ну получается семь, да, ну грубо говоря, семь делений, да, получается среднее, три правых и три левых. Получается, мы их подворачиваем и укладываем навстречу друг другу. Это для того, чтобы парашют мягче раскрывался. То есть он, этими соплами он хватает воздух». «А вот, видите, эти красные веревочки – это строка управления. Тянешь левую – поворачиваешь левую, тянешь правую – вправо. Тянешь обе – скорость меньше становится у парашюта. Так что тут все очень хорошо сделано. Все надежно». Торжественное открытие соревнований состоялось в минувший понедельник. Итоги борьбы за Кубок командующего воздушно-десантными войсками будут известны 20 августа. Впереди спортсменов ждут состязания в индивидуальных и групповых прыжках на точность приземления, а также групповая парашютная акробатика. Яна Федорищева, Владимир Куликов. Новости Улправда ТВ.